С вами Рик Реннер, сейчас я в Иерусалиме, на том месте, где когда-то построили крепость Антония. Огромное сооружение, возведенное Иродом Великим и названное в честь его друга Марка Антония, любовника Клеопатры. Поразительно, как тесно связаны друг с другом те давние события. Иисуса привели сюда, на это место, где находился дворец Понтия Пилата. Здесь судили Иисуса. Мы читаем в Библии Матфея, 27 глава, 2 стих. «И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю». Вслушайтесь в эти важные слова. «И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю». Иисуса привели во дворец Пилата, где Пилат судил Иисуса. Обратите внимание на слова «отвели». Поразительно, у солдат не было власти арестовать Иисуса. Не было полномочий власти вести его. И Иисус мог призвать на помощь 12 легионов ангелов. Он уже показал, что способен повалить на землю сотни воинов. Даже во время ареста в нем пребывала мощная сила, исцелившая Малха, слугу первосвященника. Все детали этой истории указывают на силу или доступность силы для избавления Иисуса. Но Библия говорит, его отвели. «Как вести того, в ком столько мощи, столько силы». Его отвели. Слово «ага» использовалось, чтобы объяснить, как шею овцы обвязывали веревкой и затем вели ее. И Иисуса вели так, как пишется в Исаии 53,7. «Как овцу на заклание». Иисус знал, что смерть на кресте – это Божья воля. Поэтому Он не сопротивлялся. Не стал призывать 12 легионов ангелов. И Иисус мог прекратить, прервать свой арест, но Он знал Божью волю. И когда на шею Иисусу надели веревку, только представьте всю глупость и нелепость. Сдержать Иисуса веревкой. И Иисус поддался и позволил Себя вести, словно овца на заклание. Он знал Божью волю – умереть за грехи всех людей. Вот наша сегодняшняя тема. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я вас дождался. Давайте приступим к нашему главному учению о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа. Мне так нравится исследовать Писание вместе с вами и узнавать, что говорится в Библии о смерти, погребении и воскресении Иисуса. Это учение стало частью аудиоцикла «Неизвестные факты о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа». В нем 25 частей на основе этих передач, а также учебное пособие с греческими словами, их определениями, истинными принципами и вопросами для размышления об этой истории. А эта история о смерти, погребении и воскресении лежит в основании нашей веры. Это основание нашей веры. В этой истории столько всего, о чем многие даже не слышали. Многие знают о бичевании, распятии и воскресении, а это лишь малая часть рассказа. И стоит копнуть Евангелие поглубже, от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, и открывается столько всего, о чем мне никто не рассказывал. Вот я и назвал серию «Неизвестные факты о смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа». Я верю, что изучение этого цикла углубит и укрепит вашу веру. Призываю вас скачать этот аудиоцикл сегодня. Вы также можете скачать ознакомительную версию книги «Заплачено сполна. Важнейшие истинные факты христовых страданий». Чудесная книга. На ее обложке написано «Свежий взгляд на историю, которая казалась вам знакомой». Вам кажется, вы знаете, что было, но вы многого не знали. «Заплачено сполна. Захватывающий рассказ о последних днях земной жизни Иисуса». Удивительная книга. Благодаря всему, что я здесь написал, моя вера стала глубже и крепче. Я узнал об этих событиях то, чего прежде не знал. Кое-что звучит в этих передачах. Эта книга сделает ваши отношения с Богом глубже. Скачайте бесплатно. Сегодня мы сочетаем отрывок из этой книги. Итак, читаем. Вас когда-нибудь окружали люди, одержимые манией все контролировать? Они стремятся управлять всем, что оказывается в поле их зрения. Если вы оказывались в окружении таких людей, вам хорошо знакомо, насколько тяжело находиться в такой обстановке с теми, кто пытается все и всех контролировать. Во время земного служения Иисуса Израиль кишел лидерами, которые всеми силами старались заполучить бразды правления в свои руки. Мания власти захлестнула и религиозные, и политические круги. Первосвященные, книжники и старейшины выходили из себя, если кто-то становился более популярным, чем они. Политические лидеры, которых Рим назначил править над Израилем, рыскали повсюду в поисках соперников и каждый день отвоевывали право на власть. В такой обстановке началось и развивалось служение Иисуса. И в такой обстановке Он зашел на крест в Иерусалиме. Израилем тогда управлял Рим. Сегодня я буду ссылаться на свои заметки. Хочется о многом рассказать и ничего не упустить. Следите внимательно. Несмотря на то, что Израилем управлял Рим, евреи ненавидели римлян. Они ненавидели их по ряду причин. Во-первых, римляне, язычники, евреи не выносили языческий образ жизни. Во-вторых, евреи презирали римлян, потому что те навязывали им свой язык для евреев неродной, и римляне заставляли евреев говорить на неродном для них языке. В-третьих, Рим требовал уплаты, податей, налогов. По этим трем причинам евреи презирали римлян. Первое. Для евреев римляне – оккупанты и язычники. Второе. Евреев заставляли говорить на неродном языке. Третье. От евреев требовали уплаты налогов. Евреи презирали жестоких оккупантов Израиля. В обстановке политических потрясений у власти оставались лишь немногие, и ненадолго. Правители сменялись часто. Они подсиживали друг друга, и единственным способом оставаться в своем кресле подольше – это проявлять жестокость и суровость. Сейчас мы переходим к Понтию Пилату. Израиль просто трясло от бунтов и народных волнений. Покушения на политиков и бесконечные восстания были нормой. И править подобной обстановке мог только человек безжалостный и бездушный. Именно таким правителем и был Понтий Пилат. Именно таким. Что нам известно о Понтии Пилате? Вообще-то достаточно много. Иудеи управлял римский наместник. Такой наместник основался на посту от 12 до 36 месяцев. Примерно столько он правил от 12 до 36 месяцев. Пилат же правил 10 лет. Вы слышите? Все от 12 до 36 месяцев, а Пилат правил 10 лет. Это говорит о его жестокости. Его бездушности и грубости. Оставаться у власти 10 лет, крайне нестабильной обстановки. Стало быть, Пилат правил Иудеи все три года земного служения Иисуса. Пока Иисус активно нес свое служение, Пилат управлял Израилем. Иосиф Лавий считал Пилата безжалостным. Он так и написал о нем. Последнее слово во всех юридических вопросах также оставалось за Пилатом. Он был не просто правителем, а можно сказать еще и генеральным прокурором Израиля. Последнее слово в юридических вопросах во всем Израиле, во всей Иудее, было за ним. На территории Иудеи Пилат принимал практически все юридические решения, но ужасно боялся религиозных дел и обычно передавал их Синедриону. Ведь религиозные дела и вопросы относились к юридикции Синедриона. Пилат жил во дворце Ирода в Кесарии. Ему не нравился Иерусалим. Ему были неприятны визиты в Иерусалим. Город религиозный и совершенно непривычный для него. Атмосфера столицы ему не нравилась, и он жил в Кесарии, но все же иногда появлялся в Иерусалиме, особенно по случаю важных праздников. В Иерусалим Пилата сопровождала мощная охрана. Целью визита было не насладиться городом, а подавить очередное восстание. Как правитель, Пилат обязан был проследить, чтобы праздники проходили спокойно, без возмущений, без восстаний. Так, по особым праздникам он прижал в Иерусалим, окруженный солдатами, и обеспечивал в городе порядок. Но бывать он здесь не любил. По той же причине Пилат оказался в Иерусалиме и в одни распятия Иисуса. Обычно он бы сюда не приехал, но сейчас, необычно, все-таки была Пасха. За годы службы Пилата на него набралось столько жалоб на имя императора, что Пилата освободили от должности и сослали в Галлию. А что такое Галлия? Галлия — современная Франция, куда Пилата и сослали. Известно, что в конечном итоге он покончил с собой. Трагичная жизнь, жестокий характер, ключевая роль в жизни Иисуса, как и во всей истории. Вот что нам известно о Понтии и Пилате. Надеюсь, вы узнали о Понтии и Пилате что-то новое. В Луке 23, стих 2, говорится, что иудеи, придя к Пилату, заявили об Иисусе. «Мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом, царем». Это заявили иудейские лидеры, приведя к Понтию Пилату и Иисуса. Прочтем еще раз. «Мы нашли, что Он, Иисус, развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом, царем». Это серьезные обвинения. Сам Пилат понимал, что иудеи просто завидуют Иисусу. Понимал это. Но обвинения иудеев в адресе Иисуса были серьезными. И коль выслушать их пришлось Пилату, он оказался в весьма непростом положении. Опасном положении. Если бы Дарима дошли вести о том, что Иисус отвадил иудеев платить налоги, если бы в Риме узнали, что Иисус заявил о себе как о царе вместо императора, и Пилат ничего не предпринял, это было бы похоже на политическое самоубийство. В общем, Пилат оказался в ужасном положении. И религиозные вожди понимали это, выдвигая обвинения против Иисуса. Они понимали, за какие политические рычаги потянуть, чтобы манипулировать Пилатом и заставить его сделать то, что им нужно. А им нужно, чтобы он отдал Иисуса на распятие. Так прозвучали обвинения, которые Пилат не мог не услышать. Не услышал Пилат эти слова и вести об Иисусе, тут же дошли бы до Рима. Он не справляется, позволил бунтарю гулять на свободе, дал подняться самозванному царю, не видит того, кто призывает не платить налоги. Пилат не мог не услышать эти обвинения, и иудеи знали, что поставили его в безвыходное положение. Они вынудили его принять нужные им меры. А нужная мера это приказ Пилата распятия Иисуса Христа. Иудеи ненавидели Пилата, люто, грубый, жестокий. Он был таким целых 10 лет. Они презирали Пилата и надеялись избавиться не только от Иисуса, но в конечном итоге устранить и самого Пилата. Религиозные вожди осуществили гениальную стратегию. Матфея 27, 2. И они, то есть религиозные вожди, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Об этом стихе подробнее. Во-первых, Библия говорит, они его связали. Глагол связали в греческом «део». Напомню, над Иисусом уже надругались, заплевали, избили, исхлестали по щекам, храмовые стражи, и солдаты наиграли с ним в игры. Ему уже тяжело. И после всего этого его связали в греческом «део», что означает «перевязывать», «связывать», «ограничивать», «умещать под стражу», «заковывать в цепи» или «колодки». Этим же словом описывали процесс перевязывания, связывания или закрепления животного. Разумеется, это соответствует Исайя 53,7, где говорится, что Иисуса вели словно овцу на заглание. И Иисуса буквально связали, как животное, и повели к Понтию Пилату. Глагол отвели в греческом «хапаго». Этим словом рисуется образ пастуха, который обвязывает шею овцы веревкой и затем ведет ее на веревке туда, куда нужно. Как солдаты вели Иисуса из Гефсиманского сада Каиафе, и сейчас Каиафа, религиозные вожди, с помощью храмовой стражи, вновь обвели шею Иисуса веревкой и повели Иисуса к Пилату. Библия говорит, Иисуса предали Пилату. были даны все упомянутые обвинения. Глагол «придали» в греческом парадидами означает «поручать», «отдавать», «передавать», «вверять», «доставлять», «вручать кому-то что-то». Отправив Иисуса к Пилату, Каиафа буквально превратила Иисуса в проблему для Пилата. Вожди знали, что творят. Они пытались вершить судьбы руками Пилата. Понтий, правивший жестоко и грубо десять долгих лет, оказался в руках вождей орудием для распятия Иисуса. Они знали, что если он не распнет Иисуса, то обвинение в измене Пилата дойдет до Рима, и Пилата уберут. В любом случае они получат то, чего хотят. Какие же они хитрецы. И когда Иисуса предали в руки Пилата, у того оказался выбор своим решением освободить Иисуса или распять, казнить его. А перед Пилатом было вот что. Матфея 27,11 Иисус же стал предправителем и спросил его правитель «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему «Ты говоришь». Ответ не прямой. Все равно, что ответить. Это сказал ты. Иисус вообще-то не ответил. Затем в Матфея 27,12 И когда обвиняли Иисуса первосвященники и старейшины, Он ничего не ответил. Это очень важно. Матфея 27,11 Иисус не отвечает на вопрос. Матфея 27,12 Иисус вновь ничего не говорит. Он отказывается отвечать на вопрос. Наконец, Матфея 27,13 и 14 Слушайте, что говорит Библия. Тогда говорит ему Пилат «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово. Иисус трижды отказывается отвечать на вопрос. Против Него выдвинули обвинение. В первый раз Иисус не отвечает. Во второй раз Иисус не отвечает. В третий раз Он не отвечает. Изумительно. Библия говорит «Так что правитель весьма дивился». Глагол «дивился» греческое слово «таумадзо». А чему собственно дивился Пилат? Во-первых, слово «таумадзо» «дивился» означает удивляться, с трудом подбирать нужные слова, быть потрясенным, быть в изумлении, быть совершенно озадаченным. Пилат не верил своим глазам, Иисусу дали три возможности защититься, Иисус не воспользовался ни одной из них. Первую, вторую, третью, три возможности. Иисус не ответил ни слова, не ответил ни слова, не ответил ни слова. Пилата это изумило и потрясло. Он не знал, что сказать, он был полностью сбит с толку. И почему же он был сбит с толку? По римскому праву, когда человека обвиняют, у него есть законное право ответить на обвинение. И если человек отказывается трижды, его по умолчанию признают виновным сразу же. А Иисус отклонил три возможности. Пилат в недоумении. Он ничего подобного не встречал. Ведь Иисус знает, что если он не ответит на вопросы, он тут же станет виновным. Иисус молчит, не говорит ни слова. В Библии Матвея 27,11 сказано, что Иисус упустил свой первый шанс. Матвея 27,12 упускает вторую возможность. Матвея 27,13 Иисус упускает последний шанс защититься. И по закону Иисуса сразу признают виновным. И в конце этого допроса Пилат спрашивает Иисуса. Об этом написано в Луки 23,3 «Ты царь иудейский». Он сказал ему в ответ «Ты говоришь». Ты это сказал. Так тому и быть. Но читая Евангелие от Иоанна, мы видим важное дополнение. Иисус не просто ответил «Ты говоришь». Но в Иоанна 18,36 Иисус добавил «Царство мое не от мира сего». Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Так Иисус сказал «Ты говоришь, что я царь?» Так и есть. Однако мое царство неземное. Пилат слушал все это во время допроса. Он сильно удивлен. Греческое слово «Таумадзо». Он не знает, что и сказать. Совершенно сбит с толку, в полном изумлении. Никто никогда не вел себя так перед Ним. Иисус не защищается. И выслушав ответы Иисуса в Луки 23, стих 4. читаем «Пилат сказал первосвященникам и народу, я не нахожу никакой вины в этом человеке. Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Поразительно. В Иоанна, глава 19, стих 12, с этого времени Пилат искал отпустить его. Теперь Пилат сам серьезно рискует. Напомню, у него мания все контролировать. Он старается не выпускать бразды правления. Против Иисуса выдвинуто обвинение. Первое, он развращает народ. Второе, он называет себя царем. Третье, убеждает народ не платить подати. Если Пилат не примет меры после таких обвинений, его самого ждут неприятности. А эта должность досталась ему таким трудом. Он уже 10 лет груб и жесток. Руки по локоть в крови, за ним длинный след. Но сейчас по какой-то причине он говорит, «Я не могу ничего с ним сделать». Неизвестно почему. Он увидел что-то в глазах Иисуса. Что-то было в поведении Иисуса. В его манере достойно держаться. Что-то коснулось Пилата. А что заставило его пойти на попятную и не признавать Иисуса виновным, даже когда сам он окажется в опасности перед римскими властями. Поразительно. С этого времени Пилат искал отпустить его. По какой-то причине Пилат не смог принять срочные меры против Иисуса. Иисус не использовал три возможности для самозащиты. Почему? Потому что знал, крест это Божья воля для Него. В следующей передаче мы увидим, что Пилат искал лазейку. Хотел выбраться из ловушки, чтобы не огорчить Рим. Он искал лазейку, чтобы не выносить Иисусу Христу смертельный приговор. Это будет интересно. Мы увидим, что Божий замысел надежен. И Иисусу было уготовано умереть, как Божьему Агнцу, взяв на себя грехи мира. Надеюсь, вы сегодня узнали что-то новое о Понтии Пилате. Я скоро вернусь, и мы помолимся. Я От дворца Понтии Пилата и до самой Голгофы каждый свой шаг к распятию Иисус сделал, думая о вас. Библия говорит, что Иисус умер, чтобы заплатить сполна за наши грехи. В книге «Заплачено сполна» Рик Реннер подробно рассказывает о последних часах жизни Иисуса на земле. Из этой книги вы узнаете о естественных и сверхъестественных деталях встреч и разговоров на пути Иисуса Христа от Гефсиманского сада до Голковского креста. «Заплачено сполна» Это захватывающее повествование о любви и искуплении. Более глубокая и детальная, чем история, которую обычно рассказывают в воскресных школах. Скачайте ознакомительную версию книги «Заплачено сполна» важнейшие истины и факты Христовых страданий. Также вы можете скачать аудиосерию «Неизвестные факты пасхальных дней» смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. В этих 25 программах Рик Реннер рассказывает о самом известном событии в мировой истории и делится новыми фактами и размышлениями о том, что происходило в сердце Иисуса, какие душевные страдания Он испытывал в свои последние дни на земле. Скачайте на сайте ignc.org Это поможет вам стать духовно сильнее, обрести ценные библейские исторические знания. Вы по-новому познаете силу Голгофского Христа и план Божьего прощения. Воспользуйтесь нашим специальным предложением. Зайдите на наш сайт ignc.org и скачайте эти материалы уже сегодня. Меня зовут Джол Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения Благая Весть Онлайн оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста. А после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизни еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Помогая нам, вы помогаете другим. В сегодняшней передаче мы сказали, что Пилат не нашел в Иисусе никакой вины. Библия говорит в Луки 23, 4 стих. Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Праза «никакой вины» означает буквально «нет основания». Против этого человека нет никакого законного основания для обвинения. Сказанное о нем неправда. Я не нахожу в этом человеке никакой вины. Соедините это с Евангелем от Иоанна. Автор пишет в Иоанна 19, 12. С этого времени Пилат искал отпустить его. Пилат не обвинил Иисуса. Пилату пришлось действовать, потому что Иисусу нужно было умереть, как Божьему Агнцу, взяв на себя грехи мира. Вот почему в Евреям 9, 12 написано «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью». Ох! Однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Для этого Иисуса пришел. И Божий замысел исполнился. Иисус умер, как Божий Агнец, взяв на себя грехи мира. Мой грех и ваш грех. Слава Богу за Иисуса. Иисусе, благодарю за исполнение Твоего плана для каждого из нас. Отец, помоги нам познать Твой замысел и принять его во имя Иисуса. Спасибо за внимание. Помните Клисиаста 8, 4. Там, где слово царя, там власть. И пусть сила Божьего слова явится в вашей жизни сегодня. До следующей передачи. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин